Этим уроком мы начинаем видеокурс, который будет посвящен самой популярной программе для обработки изображений Adobe Photoshop. Идеальное лицо фотомодели на обложке глянцевого журнала. Аппетитное мороженое на бигборде. Искрящийся напиток в рекламном буклете. Столь эффектное представление объектов съемки это не только заслуга фотографа, но и результат обработки изображений Photoshop. Лет 30 назад фотографы, которые работали с пленочными фотоаппаратами и представить себе не могли те приемы фотомонтажа, которые сегодня доступны каждому, кто работает с этой программой. Возможности Photoshop столь велики, что с его помощью можно, например, Сделать человека на 10 лет моложе. Изменить ему выражение лица. Сделать ему другой цвет глаз. Сделать из размытой фотографии четкую. Посветлить изображение и выполнить цветокоррекцию. Можно создать псевдофотографию, которой в действительности быть не могло, и многое другое. Все это вы научитесь делать после того, как посмотрите видеокурс, созданный специально для сайта 3dnews.ru. Поскольку Adobe Photoshop это программа для обработки изображений, очень многие инструменты и элементы интерфейса имеют знакомое и понятное название. Например, рабочее пространство, в котором редактируется фотография, называется холстом. Инструменты для рисования кистями. А инструмент для удаления участков изображения – ластиком. Все средства для обработки изображений Photoshop объединены в палитры. Художник на палитре смешивает краски, а пользователь Photoshop подбирает кисти, выбирает нужный цвет и выполняет множество других операций. Для удобства палитры объединены в группы, и в рамках группы каждая палитра представлена в виде вкладки. Рядом с названием каждой вкладки есть кнопка в виде крестика, предназначенная для закрытия палитры. Группы палитр объединяются в блоки и размещаются одна над другой. Каждый блок имеет определенный размер, и если вы увеличите высоту одной из групп, то высота всех других групп в блоке уменьшится. Еще одна особенность блока – быстрое скрытие всех палитр, которые в него входят. Нажмите кнопку верхней части блока, и палитры будут представлены на экране в виде значков, освободив больше пространства для просмотра изображений. Щелчок по значку палитры откроет группу, к которой она относится. Повторный щелчок скроет ее. В Photoshop есть одна особенная палитра – палитра инструментов. Она располагается не справа, а слева, и содержит главные инструменты для редактирования изображений. Она может состоять из одного ряда инструментов или двух, как вам будет удобно. Инструментов на палитре гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. За некоторыми кнопками скрываются по несколько инструментов. Как правило, объединяются инструменты, которые схожи по назначению, например, предназначенные для выделения участков изображения. Причем на палитре отображается значок того инструмента, который вы использовали последним. Если вы случайно закрыли палитру, или в интерфейсе Photoshop произошли другие изменения, которые вам не по душе, вы всегда можете отобразить нужную палитру при помощи меню Window. В нем перечислены все палитры Photoshop. Но самый быстрый способ восстановить исходный вид программы – выбрать меню Window, команду Workspace, а затем Default Workspace. Для открытия изображения в Photoshop достаточно дважды щелкнуть мышью по серой рабочей области. Вы можете открывать в программе несколько изображений одновременно. Если одна картинка после открытия закрыла собой другую, откройте уже знакомое вам меню Window и выберите в нем изображение, которое вы хотите увидеть. В зависимости от размера картинка может не помещаться в окне Photoshop или наоборот, быть слишком маленькой. Вы можете увеличить или уменьшить масштаб отображения, а также приблизить только его определенный фрагмент. Для этого предназначена палитра «Навигатор». Цифры в нижней части показывают масштаб. Для его изменения введите новые цифры или просто переместите ползунок. Более удобный способ изменения масштаба – вращением колесика мыши. Поскольку эта опция не включена по умолчанию, нужно вызвать окно Edit Preferences General и установить флажок Zoom with Scroll Wheel. Красная рамка на палитре «Навигатор» показывает ту часть картинки, которая помещается на экране. Эту рамку можно перемещать, удерживая клавишу мыши. Во время обработки изображений часто приходится переделывать выполненную работу. Например, вы выполнили цветокоррекцию, а затем, посоветовавшись с коллегами, решили, что цветопередача неправильная. Photoshop ведет протокол выполненных действий и позволяет вернуться на любой этап обработки изображения. Для этого предназначена палитра History. По умолчанию программа запоминает 20 последних действий. Вы можете увеличить память до 1000 операций. Для этого выполните команду Edit Preferences Performance и измените параметр HistoryStates. Продолжение следует... По умолчанию программы Вы можете не одинаково